Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «За ушко, оплакивая мёртвых, разбивая молнии» сегодня будем говорить на очень интересную тему. Как психиатр может помочь больным при остеохондрозе? Причём очень-очень простой метод. На самом деле он доступен, в общем, любому пациенту. Не надо даже к психиатру обращаться. Если вы, конечно, дослушаете нас до конца. И этот простой метод, который разработан, наверное, психиатры, вы будете использовать, ну, скажем, для самолечения. Ну, конечно, наш гуру и учитель, психфармач, нам всё время подчёркивает. Простые методы, доступные, не обязательно требующие визита к врачу. Вот то, что интересует зрителей, и вот вы об этом и рассказываете. Ну, конечно, вы можете сказать, а при чём тут вообще психиатр? Вообще остеохондроз – это заболевание, которое лечат у нас неврологи, лечат различные мануальные терапевты. Ну, в общем, кто только не лечит. Ну, не знаю. Причём тут вот этот самый, может быть, кто-то подумает, наверное, кто знает, что такое тест Роршаха, что спинной мозг, он так похож вот на эти пятна Роршаха. Ну, на разрезе я имею в виду. Но на самом деле, поверьте мне, психиатры могут помочь. Кто дослушает наш ролик до конца, он узнает простой метод, как можно помочь самому себе с остеохондрозом. Ну, известно, что остеохондрозом болеет чуть ли не всё население земного шара. Известно, что этот остеохондроз под именем радикулит. Он бывает шейный, грудной, поясничный, пояснично-коресцовый. То есть, весь позвоночник может быть задействован. Ну, и происходит это вот из-за чего. У нас есть межпозвоночные диски, которые должны эластично гасить нагрузку. Но беда состоит в том, что с возрастом всё это видоизменяется. Мы не молодеем, эти диски разрушаются, они проседают, они могут давать выбухание, извините меня за такой термин, куда-нибудь не туда, они могут влиять на состояние спинного мозга. Это так называемые грыжи. В общем, там происходит куча различных неприятных изменений, которые вызывают различные жалобы. Ну, всем известно, что такое остеохондроз. И как этого остеохондроза избежать, какую обувь нужно надевать, чтобы позвоночник у нас жил дольше. Всем известно, как лечить сколиоз и остеохондроз. Да, и что делать при болях в спине. Но мало кто знает, что остеохондроз проявляется не только болями со стороны позвоночника, не только болью, но и целым рядом других жалоб. Пожалуйста, головокружение, ухудшение зрения, снижение слуха, нехватка воздуха, хриплость, храп, онемение рук. Ну, хруст, ладно. Тут, конечно, больше связано с позвоночником. Боли в сердце, боли в позвоночнике, давление в области спины и грудин, затрудненность дыхания. Ну, и здесь тоже, вот на следующем слайде, очень много жалоб, которые, в общем, с позвоночником не связаны, да. Синдром холодных ног, спазм в артериях, нарушение эрекции, сбой менструального цикла. Я вам что там скажу больше. На самом деле считают, что остеохондроз, он ведет к нарушению кровоснабжения. Давайте послушаем очень известного мануального терапевта доктора Шишонина. Хроническая тревожность. Эти панические пики, она встречается очень часто вот именно у пациентов, страдающих нарушением кровоснабжения по вертебральным, то есть позвоночным артериям. То есть, когда нарушен постоянно кровоток из-за того, что у человека осложненный шейный остеохондроз. Ну, да, конечно. Осложненный остеохондроз и мало того, что кровообращение нарушено, тревога появляется, да. Соответственно, появляется множество разных симптомов, а не только боль. Конечно, мы всегда с сомнением к таким утверждениям относимся, потому что анатомия, она все-таки знает, что позвоночные артерии на остеохондроз, которых там, я не знаю, и сжатость грешат, они располагаются в специальных отверстиях. Вот вы видите здесь специальный рисунок, но чтобы они никак не перекрывались. Есть даже такое понятие, как велизиевый круг, который проходит любой студент на первом курсе. Это просто система анастомозов, которые располагаются в головном мозге так, чтобы самые разные артерии перекрывались. Причем вот эти системы анастомозов касаются не только велизиевого круга. Нам пишут, у меня раздомок, ты велизиевый круг. Ну и что? Анастомоза существует и в самом головном мозге, да, и не только касается базальных отделов головного мозга. Существует анастомоза между внешними артериями, которые у нас на поверхности, и внутренними артериями, которые интеркраниальными, которые располагаются непосредственно внутри черепа. Так что анастомозов великое множество, ну и, соответственно, никакого дефекта для кровообращения быть не может. Значит, вот теперь мы переходим к тому, что может сделать психиатр, как психиатр может помочь при таком расстройстве. 90% страдают, куча различных жалоб, гипотетические, конечно, вряд ли приводят к нарушению кровоснабжения и к тревоге. Психиатр может сделать следующее. Он может просто в МКБ-11 или ICD-11, это сайт на английском языке, международная классификация болезни 11-го пересмотра, ввести слово остеохондроз, но это если на английском языке, то надо ввести на языке, конечно, английском. И что мы с вами видим? А остеохондроза-то и нет. Есть некий остеохондроз рассекающий, но это совсем другое заболевание. Для того, чтобы увидеть это, надо просто посмотреть описание этого остеохондроза, рассекающего или остеохондрита. Чаще всего встречается у детей и подростков, чаще всего возникает в колене, также встречается в локтях, лодыжках и других суставах какой тут остеохондроз. Почитайте внимательно этот слайд, вы видите, что симптомы после травмы сустава, там и прочее, прочее. Ну, вы скажете, это всё английский вариант МКБ-11, а может быть на русском-то всё так. Тоже остеохондроз, но тут на русском. Вводим в МКБ-11 и, о чудо, опять остеохондропатия или рассекающий остеохондрит. Там есть слово остеохондроз, но это говорит о том, как называют такие заболевания. Они называют по имени автора, который это описывается. В общем, остеохондроз считается термином устаревшим. Итак, чем помог психиатр? Психиатр помог вам в том, что никакого остеохондроза на самом деле больше нет. Ну, вы мне скажете, вот какие новости. Обычно начинают писать. Ну, конечно, остеохондроза нет, но есть другие заболевания. Ну, нечего о чём рассказывать. Ну, по-другому называется. Ну, и что? Зачем вы нам рассказываете, что остеохондроза нет? А вот зачем. Обратите, пожалуйста, внимание. Существуют большие проблемы с лечением остеохондроза. Погуглите мемчики, которые рассказывают о лечении остеохондроза. Вот, обратите внимание. Стадии принятия. Отрицание. Фастунгель. Аппликатор Кузнецова. Депрессия. Йога с Ютьюба. Ну, это в шуточной форме обыгрывается трудности лечения этого фейкового теперь диагноза. Обман. Везде обман. Вы сможете констатировать, потому что очень много различной информации, пустой, которая имеется в интернете. Причем это не научная информация, почему не научная, я сейчас скажу. Которая рассказывает о том, как лечить вот это фейковое заболевание остеохондроз, который, к счастью, у нас в настоящее время отсутствует. Итак, в чем мы помогли вам? Во-первых, мы вам сказали о том, что остеохондроза больше не существует. Во-вторых, мы вам указали на то, что на самом деле в интернете существует очень много информации, которая существует и касается лечения фейкового заболевания, а следовательно помочь вам не может. Но даже и научная информация, которая посвящена лечению остеохондроза, она тоже весьма ограничена. Да, кстати, остеохондроз был в МКБ-10, как правильно нам указывают наши зрители. Так вот, посмотрите, сколько рандомизированных контролируемых исследований, посвященных остеохондрозу, ну и не только остеохондрозу, просто вот эти исследования хотя бы упоминают слово остеохондроз. Это не значит, что они полностью посвящены лечению остеохондроза. Обратите, пожалуйста, внимание, всего 20 рандомизированных контролируемых исследований. Это за все время существования Национальной медицинской библиотеки Соединенных Штатов. Очень и очень малое количество. И о чем это свидетельствует? Это и свидетельствует о том, что если вам поставили диагноз остеохондроз, нет никакой объективной научной информации, и, конечно, вы будете прибегать к альтернативному лечению и мракобесию. Теперь, чем может вам помочь психиатр? Психиатр может вам сказать, как теперь называется этот самый остеохондроз. Конечно, он будет не такой, который был. У вас не будет никакого радикулита, вот этого там пояснично-крестцового, все будет по-другому, но называется это все артропатии. И вот эти все артропатии в Национальной медицинской библиотеке Соединенных Штатов это довольно обширный объем информации, который вы можете почитать. 529 рандомизированных контролируемых исследований. Перед нами на самом деле большое количество литературы, и если вы интересуетесь, чем лечить, и решили не останавливаться на мемчиках, а исследовать доказательную медицину, то вам и есть где покопаться. Итак, подводим некоторые итоги. Остеохондроза больше нет. Он скончался. И бог с ним. Потому что лечение этого фейкового заболевания, которое существовало в МКБ-10, никто толком не изучал. Ну, потому что в этом заболевании, еще раз говорю, кроме боли, которая, в общем, действительно должна быть характерна для поражения, вот этого поражения позвоночника, кроме этой боли, туда была намешана куча всяких симптомов, которые, в общем-то, к делу не относятся. И поэтому никто в этом не хотел копаться, в этой помойной яме, и никто никакие исследования не делал. Теперь, слава богу, зачислено это все по ведомству артропатии, и там существует обширный объем литературы, которую можно перелопатить, и таким образом психиатр помогает широким массам больных с остеохондрозом обратиться к доказательной медицине и перестать использовать альтернативное мракобесие. Если вы хотите продолжать эту тему, напишите нам комменты, поставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал. Кто еще вам будет рассказывать о том, что происходит, например, в ведомстве неврологическом? Вряд ли какой-нибудь невролог вам скажет с YouTube, что остеохондроза больше нет. А мы вам сказали, и даже сказали, как это может повлиять на ваше состояние, как это может на самом деле улучшить вашу жизнь. До новых встреч! Ну и хотите отблагодарить нас за этот ролик в описании, найдете реквизиты счета.